Работа с маленькими детьми – задача не из простых. Кто-то из них постоянно капризничает, а кто-то и вовсе не слушается. Но Наталье Чиеневой всегда удается найти с малышами общий язык. Вот уже 20 лет она работает воспитателем в детском саду и знает, как маленьким детям быстро надоедают серьёзные беседы. Чтобы заинтересовать своих воспитанников, ей приходится каждый раз придумывать что-то новое. Профессия мне очень нравится, профессия творческая. Она даёт много мне для саморазвития, для творческого роста. То есть каждый раз, идя в детский сад, я знаю, что меня ждут детки, что они любят. И я стараюсь какие-то новые идеи в свою работу приносить, искать что-то новое, интересное для них. Главное для Натальи – это воспитать в детях активность, творчество, самостоятельность. Она разрабатывает эксклюзивные образовательные проекты, которые часто отправляет на различные педагогические конкурсы. В конкурсах мы принимаем участие вместе с ребятами. То есть не только я, как воспитатель, участвую и привлекаю детей к участию в конкурсах. Отправляем их в творческие работы, на международные, на всероссийские конкурсы. У ребят очень много дипломов. Ну и также сама стараюсь саморазвиваться. Недавно Наталья участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Нижнем Новгороде. В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» она заняла первое место. В проект педагога вошло сразу семь рубрик – «ССЭ», «Педагогическая деятельность», «Мой лучший проект», «Видеопрезентации» и другие. Эти рубрики оценивала жюри экспертные Нижегородской области, ставили баллы и по баллам уже выявляли победителей. В конкурсе, насколько я знаю, принимало участие около ста педагогов Нижегородской области. Пройдя региональный этап конкурса, работа Натальи Чиеневой отправилась в Москву на федеральный. Уже 1 ноября в столице подведут итоги и назовут имя лучшего воспитателя России.